ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Предлагают бесплатно пройти флюорографию. Коварство туберкулеза в том, что на ранних стадиях болезнь, в принципе, ничем себя может не проявлять. Куда идти, что брать с собой. А также отказ от ИП, наращивание объемов и лист нетрудоспособности. По информации ФСЗН, белорусы могут потерять половину денег на больничном. Как не лишиться дохода? Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Президент встретился с парламентариями, которые завершают свою работу. Важный и торжественный день в политической жизни страны. Беларусь вступает в новый исторический этап своего развития, подчеркнул президент. На встрече глава государства напомнил о ряде вызовов, с которыми за последние годы столкнулась страна. Это в том числе пандемия, которая в мгновение око изменила привычные условия жизни, ведение экономики, политические события 2020-го, когда доморощенные экстремисты с помощью иностранных спонсоров посигнули на основы белорусской государственности. Результатом работы национального собрания седьмого созыва стало принятие 364 законов, 11 из которых инициированы депутатами Палаты представителей, 1 из Советом Республики. Дело, конечно, не в количестве принятых вами законодательных актов, а в создании оптимальных правовых условий мирного и динамичного развития всех сфер жизни государства и нашего общества. В тех реалиях, в которых осуществлялась деятельность национального собрания седьмого созыва, ключевая цель законотворчества состояла в том, чтобы закрепить достигнутое качество суверенитета белорусского государства. Новым этапом государственно-правового строительства стало внесение изменений и дополнений в основной закон. Контуры обновленной конституции проявились в ходе масштабного общественного диалога, кульминацией которого стало 6-е Всебелорусско-народное собрание. Александр Лукашенко высоко оценил работу депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики седьмого созыва и вручил заслуженные награды за плодотворную государственную и общественную деятельность, значительный личный вклад в развитие законодательства и парламентаризма. Недолго беззаконие игралом. В областном центре задержали оптового закладчика психотропов. 26-летний ранний судимый с начала года работал на виртуальный наркошоп. У мужчины в тайниках обнаружено и изъято полкило особо опасных веществ. В съемных квартирах фосфолопсихотропное вещество на мелкие дозы, которое впоследствии раскладывал на территории Могилевской и Витебской областей. Задержанному грозит 20 лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта в составе организованной преступной группы. Отмена полета, акцент на специальность и движение вверх. Физические объемы белорусского экспорта в январе 2024 выросли почти на 13%. Благодаря чему? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Физический объем белорусского экспорта в январе 2024 выросли почти на 13%. Сальдо внешней торговли товарами и услугами сложилось положительным и достигло 100 миллионов долларов. Это позволило компенсировать снижение экспортных цен, они стали ниже более чем на 9%. Важная позиция – отечественная техника. Существенно выросли продажи в странах Азии и Африки. С 1 октября в Беларуси не будут регистрировать ЭП. Речь идет о тех, чей вид деятельности включен в специальный перечень. Его установит правительство, исходя из экономической телесообразности. Кроме того, те индивидуальные предприниматели, которые нет в списке, должны переквалифицироваться в юридические лица до 31 декабря 2025. По информации ФСЗН, белорусы могут потерять половину денег на больничном. Пособие по временной нетрудоспособности уменьшается до 50%, когда человек выехал за пределы республики и не уведомил своего работодателя. Мера предусмотрена, если сотрудник во время болезни работал по гражданско-правовому договору. Контрольные цифры приема в вузы Беларуси станут известны до 1 апреля. Сейчас в республике делается акцент на подготовке инженерно-технических работников, специалистов медицинского профиля, педагогических кадров. Кроме того, проводится полная ревизия содержания образовательных программ, проверяется актуальность и навыки, которые получил выпускник. Корабль «Союз МС-25» не полетит в космос. Во время онлайн-трансляции произошла автоматическая отмена пуска. Причины устанавливаются. Пока экипаж вернулся в гостиницу, однако совсем скоро на шоссе есть честница. Марина Василевская отправится покорять галактику. Пейте витамины, будете здоровы. Весенняя нехватка жизненно важных элементов не щадит даже самых крепких. Под 80% людей сталкиваются с проблемой ежегодно. А, Б, Д, С – холодопросто вымыли их из организма. Как помочь себе в непростой период, разбиралась Юлия Вернер. Сонливость, упадок сил, плохое настроение. Кричащие симптомы недостатка витаминов. Начало марта именно в это время приходит коварная нехватка. Здесь как никогда важно обратить внимание на самочувствие и прислушиваться к сигналам. Долгое отсутствие солнца, истощение, нехватка овощей и фруктов. Триггеры, которые ведут прямиком в кабинет терапевта. Особенно от дефицита полезных микроэлементов страдают дети. Мы чаще всего сталкиваемся с гиповитаминозами, когда недостаточное поступление витамина в организм человека, которое сопровождается определенным симптомокомплексом. Симптомы гиповитаминоза проявляются чаще всего в зависимости от того, какого витамина не хватает в большей степени. Но общими являются общая утомляемость, сонливость, раздражительность, повышенная плаксивость ребенка, нежелание играть, если это маленький ребенок, отставание в процессе учебы. Аскорбинкой делу не поможешь. Беда миллионов – самолечение. Пропить курс витаминов не панацея. Первонаперво надо разобраться, чего не хватает организму. В этом поможет только врач и анализы. Половина населения назначает себе БАДы при серьезных недугах. Подобрать эффективный препарат по силам медикам, но не диванным терапевтам из соцсетей. После зимы организм ослаблен и он испытывает повышенную потребность в витаминах. Основными будут являться А, С, Е, Д и витамины группы В. Витамин С укрепляет стенки сосудов, помогает справиться с инфекциями. Также он повышает работоспособность и предотвращает атеросклероз. Витамин D отвечает за минеральный обмен. Он помогает усваиваться кальцию и фосфору, которые необходимы для костей и зубов. Также он улучшает работу иммунной системы и участвует во многих обменных процессах в организме. Поддерживать здоровье можно не только витаминами, но и активной жизненной позицией. Спорт положительно влияет на состояние организма. Немаловажно питание. Медики рекомендуют потреблять в сутки не менее 400 граммов свежих овощей и 200 фруктов. Живу возле речки, выхожу на речку и с 6 утра до 7 релаксирую. Солнышко, восход, свежий воздух, бег. Вот это для меня автаминус. Но потом в основном только фрукты в большей степени налегаю. Фрукты, овощи, все, что организм требует, все употребляю. Витамины в аптеке тоже покупаю. Витамин D, цинк, комплексы разные. Стараюсь восполнять, конечно, больше продуктами. Обязательно девушкам для красивой кожи, авокадо, жирные кислоты. Кушаю фрукты, овощи, пью витамины, которые мне подходят. Весной важно прислушаться к сигналам своего организма и не игнорировать дефицит витаминов. Сбалансированное питание, прогулки на свежем воздухе, крепкий и здоровый сон спасут от недугов. Соблюдая все рекомендации, теплая пора станет удовольствием, а не разочарованием. Юлия Вернер, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360. Накануне Всемирного дня борьбы с туберкулезом в Бобруйске у Центрального рынка пройдет акция. В мобильном пункте диагностики передвижного рентгенаппарата «Пульмоэкспресс» с 9.30 до 15.00. Все желающие могут пройти флюорографическое обследование с выдачей результатов на руки. Коварство туберкулеза в том, что на ранних стадиях болезнь в принципе ничем себя может не проявлять. И поэтому только прохождение ежегодных профилактических рентгенобследований органов грудной клетки помогает выявить заболевание на ранних стадиях и минимизировать распространение среди окружающих. Ну, также здоровый образ жизни, физическая активность, да, то, что люди хорошо бы питались, это никто не отменял. Ежедневно от туберкулеза умирает несколько тысяч человек. Болезнь вызывает бактерия, известная как палочка Коха. Основной путь передачи – воздушно-капельный, при разговоре, чихании, кашле. Бобруйские медики смотрят опасности в глаза и противостоят ей. В целях профилактики раз в год участковый врач направляет пациента на флюорографию. Многие тяжелые, смертельно опасные болезни, в том числе и рак легких, туберкулез, длительное время протекают скрыто без видимых изменений самочувствия. Русский след онлайн. Как прошли выборы в стране соседки и кого волнует политическая система России. Все ответы после выпуска новостей в программе «Политический курс». Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА